Ни один день города и района не обходится без уже полюбившейся всем ярмарки выставки народного творчества. Чтобы продемонстрировать свои умения, к нам приезжают мастера со всего края. Глиняная и деревянная посуда, вышитые рушники, необычные картины и украшения. Все ручной работы и в единственном экземпляре. С подробностями мои коллеги. Бойся! Такими словами встречает выставка прикладного творчества своих посетителей. Но бояться не надо. Так громко в старину велась чеканка монет. Попробовать себя в роли монетария, а именно так называлась профессия человека, занимающегося чеканкой монет, на ярмарке мог каждый желающий. Любой человек, в принципе, может сделать, только надо посильнее приложиться, ударить. А вот для Марины Василенко сила для изготовления ее работ не нужна. Напротив, требуется мягкость и плавность движений. Мастерица увлекается энкаустикой, то есть живописью с помощью воска. В качестве кисточки использует утюг. Он ставится на самую малую мощность, чтобы только расплавлялся воск. Вот видите, конечно, это не очень хорошо, что тут дырки. Иногда это помогает, что-то получаются интересные линии, а иногда, конечно, бывает порча. И когда восковой дотрагиваешься разными, он расплавляется одним цветом, другим. Они немножко смешиваются, получается своя какая-то вот такая смесь, оттенки интересные. Потом на картон, на белый, и вот так ведется, и все получается. Ну, разное. Вот можно, если вот краешком так вот получаются, так листики. Если прямо ведешь, вот небо там, облачка, что-то получается вот так. Даже не верится, что с помощью утюга можно создать такие необычные и яркие картины. Это как разрядка. Начинаешь рисовать, все проблемы уходят куда-то, от всего мира просто отворачиваешься, отрешаешься. Просто вот рисуешь, рисуешь, становится интересно и дальше, и дальше. Что-то волшебное возникает, какие-то вот. Я очень люблю, знаете, такие заколдованные что-то вот там, какие-то пустоши заколдованные, какие-то замки, какие-то вот природу. Вдохновляет. Мне очень нравится. Природа вдохновляет создавать необычные вещи еще одну нашу землячку – Елену Гришанову. Из обычных веточек, колосков и растений мастерица создает дизайнерские украшения для дома. Казалось бы, обычные, а порой и ненужные вещи в ее руках оживают и становятся настоящими произведениями искусства. По соседству с работами Елены Гришановой расположилась гончарная мастерская Антона Курлянчикова. Прямо здесь, на улице, молодой человек для всех желающих проводил мастер-класс. Технология изготовления посуды из глины с древних времен практически не изменилась. Все тот же гончарный круг и умелые руки мастера. Для того, чтобы сделать сосуд из керамики, точнее из глины, в нашем случае девейская глина, необходимо ее хорошо перемять. После того, как мы ее хорошо перемяли, превратили в такой комок, смяли хорошо, плотно, чтобы не было воздуха, раскрепили на планшайбе, плотно прижали, чтобы под низ не затекала вода. После этого мы мочим руки и начинаем вращать гончарный круг для того, чтобы сформировать сначала заготовку, сейчас мы увидим это, потом проколоть отверстие, это будет будущий наш сосуд, вытянуть цилиндр. А с цилиндра уже можно изготовить абсолютно любое изделие, будь это горшок, будь это пиала, вазочка или какое-то другое изделие, вытянутое на гончарном круге. Но сделать изделие на гончарном круге – это только полдела. Около недели потребуется, чтобы чашка или горшочек высохли. Потом их нужно обжечь при температуре 1000 градусов. Если требуется, нанести рисунок, потом снова обжечь. Только после этого работу можно считать законченной. В среднем на изготовление изделия уходит до двух недель. Кроме славянских мастеров, на ярмарку приехали гости из соседних районов. Светлана Ижбицкая занимается ткачеством. В Крымском районе, откуда она родом, при Доме культуры есть кружок, куда ходят дети и учатся древнему ремеслу. Начали учиться мы ткачеству, потому что надо возрождать это ремесло, потому что наши бабушки занимались этим. И вот сейчас мы это все познаем и ткем, начиная с половичков. И переходим на рушнички, познаем всякие техники от качества, узоры. И это передаем своим детям, своим учащимся, которые к нам ходят, девочки, мальчики даже интересуются, так же ткут. И мы очень рады. На выставку мастерица привезла не только свои работы, но и работы учеников. Именно такие полотенца, рушники, половички, сотканные собственными руками, украшали дома наших прабабушек и бабушек. Здесь же на ярмарке можно было увидеть, с чего начинается обучение ткачеству. С помощью вот такой ромашки, примитивного ткацкого станка, дети делают свои первые работы. Вот первые азы. Познается, что такое ткачество. Это переплетение нитей. Вот мы вот таким способом переплетаем ниточку. Вот она переплетается. В определенном порядке. И отсюда получается вот такой плетеный поясок, который уже можно оформить. Или кому-то подарить, или на голову, или на ручку. Вот так дети первым уроком познают, что такое ткачество. И начинаем переходить на пояса. Уже с вот таких шнурочков. Они плетут себе, дарят мамам, себе радуются. Еще одна древняя традиция, с которой можно было познакомиться на ярмарке – это изготовление обереговых кукол. Славянские народы этому роду занятий придавали сакральное значение. Каждая кукла изготавливалась по особому случаю. Делать их начинали с детства. Мальчики до 8 лет, девочки – на протяжении всей жизни. Ведь раньше замуж, когда выходили, помимо того, что приносили в приданное одежду, белье и все прочее, ведь несли целый сундук с куклами. И отдавали этот сундук обереговых кукол свекру. Свекра, разбирая куклу, понимал, кто к ним в дом пришел. И тогда жили же большими семьями. И тогда он уже говорил, что вот это она у нас будет ткать, например, невестка. А вот это она, кухарка, будет хорошая. То есть по кукле можно очень много о человеке узнать. Даже о самой маленькой. Обереговые куклы не должны быть красивыми, так как это отвлекает от главной задачи, которую они несут – оберегать и помогать. А еще делаются безликими, так как кукла с лицом, по мнению славян, обретала душу и могла быть использована для колдовства. Создание обереговой куклы было целым таинством. Брали вот такой вот лоскуточек, полосочку, и закручивали спиралькой. Это мы будем делать сейчас голову. А смысл был такой. Почему спиралью? Можно же было взять вату, быстренько ее скрутить и все. А смысл еще был такой, что если ты сделал кому-то зло, может быть, нечаянно, может быть, специально, на каком-то маленьком виточке, то Вселенная, она же нас любит, она начнет нас учить. Она обязательно пошлет точно такой же урок и нам. Ну, это может быть не обязательно. Этот человек совершенно другой. Если мы поймем, что это как урок, и примем, что если мне сегодня плохо, значит, я вчера кого-то обидела, кому-то я плохо сделала. Значит, урок принят. И мы начинаем развиваться дальше. Если мы не принимаем урок, а обиделись на этого человека, который нас как бы обидел, то урок не принят. Делается другой виток. И снова посылается урок. Потом мы эту нашу голову, умную уже теперь, светлую, вкладываем вот в такую тряпочку. Выравниваем это все. Опускаем вот так вот ручки наши будущие. Смотрим, чтобы они были ровненькие. Делаем три виточка очень плотно. Накладываем от себя. Видите, нитка красная. Это считалось обереговой ниткой цветом обереговым. И вот на эти три виточка мы обязательно закладываем наше желание. Закладывается три желания, три узелка делается. Первое – это для людей всей планеты. Ну, например, мир во всем мире. Второе – это наше желание. И потом мы наносим обережный крест. Теперь мы вот так вот ручки делаем, чтобы обозначить. Обережный крест, в общем-то, делается очень легко, очень просто. И таким образом, все, вот один обережный крест делается, или один, или три. Делаем опять три намотки, три виточка и завязываем. Раньше, если кто-то пришел с каким-то подарком, ребенок тут же бежал, делал вот такую куклу и тоже дарил. Ярмарка народного творчества и ремесел – это настоящая кладезь традиций. Каждый здесь откроет и найдет для себя что-то новое и интересное. Кто-то купит украшения и сувениры, а кто-то, возможно, тоже решит заняться творчеством или древним ремеслом. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».